В результате авиационного удара украинских карателей по центру Луганска разрушено здание областной госадминистрации, сообщает интернет-газета Вести. Сегодня около 15.00 в центре Луганска был нанесен авиаудар. Боевая машина произвела прицельный удар с использованием кассетных бомб. Здание облгосадминистрации частично разрушено. Основные разрушения на первом и третьем этаже. По данным ЛНР, есть погибшие и раненые. Точные данные уточняются. Как сообщил представитель Министерства обороны России, в момент авиакатастрофы лайнера 777 в небе над Украиной 17 июля рядом с гражданским бортом находился самолет ВВС Украины, предположительно Су-25. Удаленность украинского самолета от малазийского составляла до 5 километров. Почему военный самолет находился в одном коридоре и на одном эшелоне с гражданским бортом, заявил 21 июля на пресс-конференции начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Андрей Картополов. Как сообщают РИА Новости, малазийские эксперты получили доступ к месту крушения авиалайнера. Об этом заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр Малайзии Наджи Прозак. Он также заявил, что черные ящики разбившегося самолета будут переданы малазийским экспертам. Главнокомандующий ДНР Игорь Стрелков заявил, что центр Дзержинска захвачен противником. Силы были слишком неравны. Гарнизон ушел в сторону Горловки. Как сообщают представители ополчения, на майорский блокпост зашло около 20 танков с флагами США и НАТО. Солдаты говорят на английском языке. В 10.26 по Москве по железнодорожному вокзалу города Донецка украинские каратели нанесли авиаудар противотанковыми управляемыми ракетами. Было сделано около шести выстрелов. Повреждены железнодорожные пути и локомотив. Из-за боевых действий ИЖД и автовокзал прекратили свою работу. С раннего утра в Луганске идут тяжелые боевые действия на подступах к городу. В черте города нет ни одного фашиста. Луганск под контролем ополченцев. Каратели пытаются закрепиться на позициях за поселком Юбилейным и полностью взять в окружение город. Они расширяют кольцо. Самые напряженные бои идут в Лутугинском районе и Каменобродском районе. Фашисты ведут огонь из минометов и установок град. Это были самые важные новости. В студии была Елена Красовская. Вся правда о Юго-Востоке по-прежнему на информационном канале Анна Ньюс. Удачи вам и до встречи.